Готовятся к празднику и в Политаевском психоневрологическом интернате. Пациенты вместе с воспитателями уже украсили корпус, теперь делают елочные игрушки ручной работы. А сегодня к новогоднему столу им привезли печенье и сладости. Это подарок от челябинца Григория Нагорного. Что мужчину связывает с интернатом, расскажет Юлия Савосина. Раньше в этот интернат в Политаево Григорий Нагорнов приезжал почти каждый день. Здесь три с половиной года жила его мама. Женщине требовалось специальное лечение. И на семейном совете они вместе приняли решение о переезде. Сейчас мамы уже нет в живых, но Григорий вновь приехал в Политаево. Так как здесь очень внимательно и хорошо относились к моей маме, я принял такое решение приехать, поздравить весь персонал живущих здесь, людей, как бы чаепитие какое-то им устроить, сладкий подарок, чтобы им это было все-таки весело, приятно, чтобы люди чувствовали, что праздник есть праздник. Челябинец Григорий Нагорнов поздравляет пациентов психоневрологического интерната в Политаево с Новым годом. Привез для них целый мешок конфеты печенья. Сладости передает отделению милосердия. Пациенты здесь проводят 24 часа в сутки. В учреждении организована лечебно-трудовая деятельность. Вот люди, которые могут заниматься рукоделием, вяжут, вышивают. Кроме того, у нас существуют кружки по валянию. В творческой мастерской пациенты-интернаты занимаются разными поделками. Делают, например, скворечники из дерева или вот такие вот картины по технике батик. Сейчас они занимаются валянием. Делают новогодние игрушки, вот валенки, снеговички, будут украшать ими елки. Всего в интернате живет 170 человек. В комнатах по 2-3 кровати стоят телевизоры. Пациенты уверяют, новости на ОТВ смотрят каждый день. А еще любят хоккейные трансляции и вчера очень радовались победе трактора. Есть в интернате и библиотека. Здесь больше сотни книг разных жанров. Сейчас в интернате вовсю готовятся к Новому году. Коридоры украсили елками и оленями. А в актовом зале идут репетиции номеров. Пети танцевать здесь любят. А в этом году пациенты интерната даже стали лауреатом международного фестиваля в Екатеринбурге. В номинации «Художественное слово» была прочитана литературная композиция собственного сочинения одной из наших проживающих с достаточно таким интересным видеорядом, который был сделан из жизни нашей жизни, наших ребят. Были представлены в хореографии танцы и сольное пение, вокал. Чай с печеньем и конфетами пациентов ждет 31 декабря после Большого праздничного ужина. Юлия Савосина, Евгений Чекалов, ОТВ.